Эфир телеканала ННТ продолжит новости Дагестан в студии Вала Ахмедова. Здравствуйте! В начале выпуска коротко о главном. Недетское это дело, шантаж и вымогательство. На двух подростков, которые запугивались сверстника, завели уголовное дело. Об этом в самом начале. 2024 год семьи. Свыше 160 миллиардов рублей направят на меры поддержки в Дагестане. Театр, игрушки, детство и теплота. Сегодня свой праздник отмечают кукольники. Подробнее расскажут наши корреспонденты. Реликвии пророка Мухаммада, мир ему и благословения Всевышнего в Ботлихе. Выставка пройдет уже в ближайшие дни. Двое жителей Чечни погибли в аварии в Дагестане. Как сообщает МВД Республики, на федеральной автодороге в Тарумовском районе столкнулись три транспортных средства. В результате ДТП водители автомобилей Hyundai и Amoda получили несовместимые с жизнью травмы. Они скончались на месте. С различными ушибами в больницу попали двое пассажиров, среди которых 46-летний житель Казахстана. По факту случившегося начата проверка. В Маграмкентском районе на двух подростков, которые избили мальчика и требовали с него деньги, возбудили уголовное дело. По информации Следственного комитета Республики, 14-летние жители села Маграмкент около здания сельской библиотеки избили 13-летнего мальчика. Они хотели, чтобы пострадавший заплатил им за нераспространение записи драки. Отметим, что сам инцидент произошел летом 2022 года. Но резонанс он получил после того, как на минувших выходных видео все же попало в сеть. Теперь хулиганов подозревают в вымогательстве с применением насилия. 410 миллионов рублей направлено на техническое перевооружение завода имени Гаджиева. Об этом говорили на совещании под руководством председателя правительства Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова. Было отмечено, что предприятие из центра Махачкалы будет полностью перенесено на территорию индустриального парка Киппром Каспии в местности Уитаж. Для реализации этого инвестиционного проекта здесь взят в аренду земельный участок площадью более 7 гектаров, который обеспечен необходимой инженерной инфраструктурой. Уже сейчас из дагестанской столицы выведен литейный цех номер 3. На новой площадке заложили фундамент будущего кузнечно-прессового производства. Дорабатывают инструментальную мастерскую. Вместе с этим есть и проблемные вопросы, которые замедляют начатую работу. Их премьер-министр поручил доработать. Свыше 160 миллиардов рублей направят на поддержку Института семьи в Дагестане. Об этом сообщает правительство республики. В сумме учтены все виды социальных выплат и иных мер. Часть средств выделят из регионального бюджета, остальные поступят по линии федеральных целевых программ. В рамках года семьи в Дагестане планируется также провести более 100 мероприятий по самым различным направлениям. План состоит из нескольких блоков, включающих честование родителей, награжденных знаком «Мать-героиня», медалью и орденом «Родительская слава», масштабные конкурсы, а также культурно-массовые, спортивные и общественные мероприятия. Защитили Дагестан, защитим Россию. Республиканская конференция под таким названием прошла накануне в историческом парке «Россия. Моя история». Ее посвятили 25-летию разгрома международных террористов, которые вторглись в Дагестан в 1999 году. Тогда с территории Чечни в нашу республику перебрались террористы под командованием Басаева и захватили несколько сел Ботлигского района. В последующем боевики отправились в Цумадинский и Новолагский районы. В эти сложные для региона и для всей страны дни бок о бок солдатами российской армии для защиты своих земель встали ополченцы. О них и вспоминали на прошедшем мероприятии. В числе гостей были герои России, участники тех событий, студенты, общественные и религиозные деятели и многие другие. «Это вторжение было результатом религиозно-идеологических убеждений. Конечно, и политических, но одно, что втягивало туда молодежь, что побуждало примкнуться к рядам боевиков, в большей степени использовали священные религиозные лозунги. Цитаты из хадисов пророка, а.с. аяты из Курана. И тем самым побуждали молодых, непросвещенных ребят примкнуться в их ряды. Поэтому нельзя обманываться. Нужно брать информацию с официальных источников, слушать своих имамов». Перед собравшимися выступил военный оркестр 102-й отдельной бригады оперативного назначения Росгвардии, заслуженные артисты Багестана, оперные певцы и другие. Конференцию организовало Министерство по национальной политике и делам религии республики. Сегодня свой праздник отмечают кукольники, представители одной из самых сказочных профессий. Этот день посвящен не только работникам театра, но и тем, кто производит сценические фигурки. Актеры Дагестанского театра «Кукол» поделились с нашими корреспондентами секретом взаимоотношений со своими подопечными. Слово Тамаре Сомедовой. Марионетка, петрушка, тамареская и ростовая кукла – это далеко не полный перечень видов театральных игрушек. Руками актера создается удивительный мир для самых маленьких зрителей. Задача – вовлечь в сюжет и прикоснуться к душе юного зрителя. Случается, что именно в детстве рождается эта мечта – стать кукольником. Так произошло и в жизни Екатерины, которая уже полстолетия творит на сцене. Ее когда-то детский интерес перерос в профессию. Я с детства детям рассказывала сказки через куклу и видела, как дети слушают это внимательно. И я понимала, что если бы это было им неинтересно, они бы, наверное, не слушали меня. А значит, у меня это получается. Я уже всем это говорю, что посмотрела я фильм «Алые паруса». Я поняла, что нужно верить в свою мечту. У каждого актера в театре свои куклы. Для артистов это не просто реквизит, а партнеры. Чтобы научиться управлять вот такими куклами, актеру понадобится несколько лет. Для начала на протяжении четырех лет они обучаются в институте, а после уже профессиональные актеры привыкают вот к таким персонажам. Не все куклы управляются только при помощи рук. Есть и такие, которые артисты надевают на себя. Например, трехкилограммовый старец из спектакля «Сказка» о золотом петушке. В театре созданием этих реквизитов занимаются бутафорские мастерские. Заредова-Лиханова работает в цеху вот уже 13 лет. Мастерица признается, у нее самая увлекательная работа. Вот такой процесс. Ручки мы шьем. Видите, механизм какой. Голова может вытягиваться, поправляется и так далее. На изготовление такой куклы может уйти от 10 до 15-20 дней по-разному. Но мы делаем параллельно несколько кукол, поэтому процесс более такой, как бы, сжатый. Но если делать одну куклу, две недели уйдет точно. Как давно вы этим занимаетесь? Не сложно ли вам нравиться этот процесс? Вы знаете, я работала в разных местах, в том числе и преподавала много лет. Но если учесть, что я с детства лепила, рисовала, что-то клеила, мне это нравилось, но не могу сказать, что это мне сложно, мне это интересно. В создании театральных реквизитов участвует также и швейный цех, в котором модельеры создают яркие образы для потопечных актеров. В этом театре я работаю около 15 лет. Я участвую непосредственно в пошиве самих изделий, изготовления в плане одежды куклы, а также мы шьем декорации для спектакля. Мы не можем долго работать конкретно над одним спектаклем, там дается определенное количество времени. Когда куклы поступают, я же вам говорю, что там у нас бывают эскизы, и по эскизам мы изготавляем к этим куклам, пошиваем одежду. Она бывает разная в зависимости от плана самого спектакля. Ну и, конечно же, я же вам говорю, повторюсь, что это идет еще и изготовление костюмов. Как и во всех театрах, в организации представления участвует режиссер-постановщик. Ярослав Осколков приехал в Дагестан из Санкт-Петербурга с премьера спектакля «Сказка о золотом петушке» по мотивам произведения Александра Сергеевича Пушкина. Участвуют в нем только дагестанские актеры. Самая основная сложность – это только погруженность в материал. А остальное, ну, сложности, когда иногда актеры бывают разные, кому-то, что, ну, у кого-то есть, там, как говорится, свои есть внутренние расприюмы в душе, и это иногда выходит на сцену. Иногда такого не происходит. В Дагестанском театре «Кукол» в данном случае каждый актер, когда пытался, у нас были замены по обстоятельствам, но каждый актер, тем не менее, пытался включиться сразу, проникнуть, отбросить все насущие проблемы в мире и вникнуть полностью в спектакль. И это в данном случае большое благо. Конечно же, лучший способ отметить праздник – отправиться в театр «Кукол», где в этот день проходят спектакли, творческие вечера, экскурсии и выставки. Тамара Самедова, Нурмагомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала. В Кизляре прошел республиканский конкурс молодых хафизов Корана. Награждение победителей и организованный по этому поводу маджлис состоялся в мечети реликвий. В нем приняли участие доктора исламских наук, полномочные представители муфтията в округах, местные власти и министр по национальной политике и делам религий. Уважаемые участники, сегодня здесь вас награждают победителей, кто занимали какие-то места, но однозначно можно говорить о том, что среди вас нет ни одного проигравшего. Почему? Потому что вы выучили Коран, вы знаете Коран, вы познали Коран. Этим вы выгодно отличаетесь от тех, кто его не знает. Человек, который изучает Коран, никогда не будет несчастным. Возле него и рядом с ним постоянно будет милость Аллаха и его благодать. И Сеушный сам будет оберегать этого человека. Победители во всех номинациях разделили крупные денежные средства. Специальный приз отдали воспитаннику Центра для незрячих Ихсан. С 22 по 25 марта в Джамамичете селения Ботлих, Ботлихского района, пройдет выставка реликвий пророка Мухаммада, мир ему и благословения Всевышнего, его семейства, сподвижников и праведников. Выставка организована Муфтеатом Республики совместно с администрацией муниципалитета. Всего 35 реликвий будут привезены в район. Среди них чаши и меч пророка, мир ему и благословения Всевышнего для масла, кувшины с подвижника Беляла, супруги Айши и дочери Фатимы, кольчуга Халидда бин Аль Валида, кинжал с подвижника Абу Бакра. Шествия будут проходить в старинной Джамамичете селения Ботлих в круглосуточном режиме. Проглашаются все желающие. И к новостям спорта. 20 дагестанских тяжелоатлетов выступят на первенстве России среди юношей и девушек до 17 лет. Соревнования в Оренбурге стартовали сегодня и завершатся 30 марта. Перед поездкой наша дружина прошла несколько учебно-тренировочных сборов под руководством известного специалиста, экс-наставника сборной России Владимира Гетца. По обойме все лидеры команды, в том числе и победители прошлогоднего первенства страны Хасавюртовцы, Ислам Абакаров и Бувайсар Белиев. На этом я с вами прощаюсь. Для вас в студии работала была Ахмедова. Всего доброго и до новых встреч в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok